МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на пятом канале. В студии Герман Токарев о самых важных событиях расскажем прямо сейчас. По всей стране началось трехдневное голосование. Выборы продлятся с 17 по 19 сентября. В Азове наконец-то откроется общественный туалет. Речь об этом шла на протяжении нескольких лет. Мы продолжаем рубрику «Вопрос главе администрации». 17 сентября на территории Донского региона, как и по всей России, стартовали выборы депутатов в Государственную Думу. Кроме этого, в Ростовской области проводятся дополнительные выборы в Законодательное собрание, а в Азове еще и в Городскую Думу. На двух избирательных участках сегодня побывала съемочная группа Пятого канала. Сегодня с 8 часов утра в Азове начали работать 45 избирательных участков. Я всех поздравляю, что начались выборы. И сегодня первый день голосования. Очень активно принимают участие. Даже с утра все приходят. Очень хорошая обстановка, доброжелательная. Открытие состоялось вовремя. Комиссия в полном составе работает на участке. На момент работы нашей съемочной группы избирателей на участках было мало, но, по словам председателей, выразить свое волеизъявление стремятся многие жители города. По поводу активности. Очень активная. Очень, да. Прямо вот с 8 часов, ну вот это сейчас немножко затишье, с 8 часов активность избирателей большая. Также на участках присутствуют наблюдатели, которые стараются обеспечить прозрачность выборного процесса. Все наблюдатели, которые были заявлены, а также и члены участковой комиссии с правом совещательного голоса, пришли на участок вовремя, предоставили необходимые документы и присутствуют на выборах. У нас на данный момент это три члена участковой комиссии с правом совещательного голоса и четыре наблюдателя. Да, совершенно верно. Они от разных партий. Это Единая Россия, это Общественная палата, это КПРФ и Справедливая Россия. Как уже сообщалось, одна из причин проведения голосования в течение трех дней – неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. По заверениям председателя избирательных комиссий, на участках соблюдаются все санитарные требования. Все члены комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты, то есть это маски, это перчатки, это халаты на выезде, голосующим вне помещения. Каждому избирателю выдается индивидуальный пакет, в котором входят перчатки, маска и ручка. Выборы очень важные. И очень приятно, что посещаемость избирательных участков активная, и наши избиратели к этому отнеслись серьезно. Ну, я думаю, что в течение трех дней пройдет очень активно, тем более еще можно дистанционно проголосовать. И я думаю, что настроение у всех превосходное. Людмила Улейхина, Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азуф.Инфо. Сегодня глава администрации Владимир Рощупкин совместно с заместителями посетил объекты, которые находятся в стадии завершения строительства. А также встретился с жителями улиц Береговой, Котова и Полины Мазепы, где в неформальной обстановке обсудил ряд проблем. Подробности у наших корреспондентов. Во время объезда глава администрации Владимир Рощупкин уделил особое внимание объектам, которые находятся на стадии завершения строительства. Прежде всего, это касается центральной котельной, расположенной по адресу Петровский бульвар 20. Данный проект реализовывался в течение трех лет. Мы переподключили часть подвальных котельных. Вся центральная часть города сегодня запитана от нового оборудования. Это пять новых современных мощных котлов, которые, по мнению экспертов и поставщиков этого оборудования, будут обеспечивать всю потребность в поставке теплового носителя центральной части города. И с учетом модернизации и самого теплового оборудования и тепловых сетей, мы считаем, что эффективность работы котельной сегодня на порядок повысится. Мы сегодня с вами видели завершение этого процесса. До начала отопительного сезона котельная уже будет запущена и введена в эксплуатацию. И, собственно, уже мы не видим никаких рисков для завершения, для пусконаладочных работ. Но можно уже спокойно говорить о том, что большой такой масштабный проект, который затрагивает практически всю центральную часть города, мы его благополучно завершаем. Еще один объект общественной зоны, который находится в стадии завершения, это общественный туалет, расположенный за МКЦ. Завтра, в день города, он будет работать в тестовом режиме, то есть бесплатно для всех посещений. Ну и заодно, собственно, мы посмотрим, насколько этот объект востребован, потому что мы его раньше уже устанавливали. Вы помните, здесь вот за гостиницей «Солнечной» он у нас поработал в течение одного периода летнего и показал свою невостребованность. Посмотрим, вот теперь новая локация, место расположения, насколько оно изменит отношение и востребованность у жителей. В любом случае, завтра в рамках «Дня города» он будет бесплатным с 10 часов утра до 10 часов вечера. По завершению коммунального объезда состоялась встреча с жителями улиц, которые требуют особого внимания в плане благоустройства. Это улицы Береговая, Котова, спуск Полины Мазепы и другие. И вот совместно с жителями мы определили ряд вопросов, связанных и с освещением, и с обустройством тротуарных дорожек, и с профилированием существующих дорог, которые там, естественно, грунтовые. Ну и ряд других вопросов. Мы долго пообщались, у людей много таких достаточно острых, проблемных тем. Какие-то вещи мы можем решить уже сейчас достаточно быстро, вот в этом текущем году. Какие-то вопросы требуют детальной проработки, с изготовлением проектно-сметной документации. Ну, это все планы уже будут будущего года, но мы определились с людьми, что этим вопросом мы обязательно будем заниматься. Завтра, 18 сентября, состоится празднование 954-й годовщины со дня основания города Азова. В связи с этим глава администрации Владимир Рощупкин поздравил азовчан и гостей города с наступающим праздником. Азов называют портом Пяти морей. Город воинской доблести. Жемчужина Донского края. Но главное богатство нашего города – это наши замечательные жители, которые своим ежедневным трудом его благоустраивают и развивают. В этот прекрасный праздник я хочу пожелать всем азовским семьям мира, добра, счастья и благополучия. С праздником, дорогие азовчане! Екатерина Четверикова, Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо. А мы продолжаем рубрику, в которой глава администрации города отвечает на вопросы азовчан. Если бы встретили главу администрации, какой вопрос вы хотели бы ему задать? Я бы хотела ему такой вопрос задать. Раньше вот здесь можно было ящики эти, как вот, мусор собернуть, не мусор, контейнеры, и еще для бутылок. Сейчас вообще все убрали. Все, куда, что выносить, некуда. Возле себе я оставляю кулечек, если что-то. Когда и то стараюсь, я думаю, в среду что там вводят. Если кто-то вынес, я вот здесь кулечки все равно, и написано, мусор не выводит. А куда мне? Я рядом становлю, мне больше некуда выносить. Если у себя оставляю, едут машинами, и прям бросают, где я живу, там, как бы, лесочек, и все выбрасываются уже раз за два, и сосед чистил, и мы чистили все это. И смотрим, мусор бросают, прям с машин выкидывают, слегковых. С легковых выкидывают, не с больших машин. Вот это проблема. То, что касается уборки оттуда баков, они были убраны по обращению граждан, поскольку, да, граждане, проживающие по соседству с этой площадкой, они вот полагали, что в связи с наличием там, скажем, площадки по сбору ТКО, происходит замусоривание ливневого канала, и потоки воды, которые уходят в этот канал с улицы Песчаной и Панфилова, они в итоге меняют направление, уходят во дворы. Вернуть туда площадку можно, тем более там занимались наши частично уже коммунальные организации наведением порядка. Но, видите, так вот часто бывает, полярные мнения, различные желания жителей, не всегда они, так сказать, сходятся во единое мнение. Тем не менее, там в связи с демонтажем площадки определен бесстарный вывоз мусора. И региональный оператор, согласно графику вывоза мусора, должен оттуда весь этот мусор вывозить от частных домов. Если бы встретили главу администрации, какой вопрос вы хотели бы ему задать? Я бы задала вопрос главе администрации Владимиру Валерьевичу в том, чтобы решили вопрос, помогли нам решить вопрос с движением общественного транспорта автобуса номер один. Раньше он ходил нормально, устраивало всех жителей, учеников. Сейчас он практически не ходит. Если ходит один маршрут, на этом маршруте один или два автобуса, вот это и все. А в основном практически он не ходит. Мы вынуждены ходить на автобусы 2,4, а это от места жительства людей, наших жителей, очень далеко. Да, я в курсе этой проблемы, мне докладывали сотрудники, занимающиеся у нас вопросами транспорта. Там проблема была связана в основном с внутриорганизационными вопросами у самого перевозчика. Там болезнь водителей, ремонт техники, соответственно. И поэтому действительно был сбой. На сегодняшний день, опять же, по информации ответственных лиц должностных, этот вопрос уже снят. То есть, тот график работы общественного транспорта, он там восстановлен. Согласно муниципального контракта на этот маршрут, у нас интервал движения общественного транспорта составляет 15-20 минут. И, конечно, перевозчик его должен выдерживать. Если бы вы встретили главу администрации, какой вопрос вы хотели бы ему задать? Какой? Проехаться по улицам города и поубирать весь сухостой. Потому что деревьев сухих очень много. Угроза для машин, угроза для людей, угроза для детей, для всех. То, что касается уборки сухостоя, у нас есть годовой план работ по уборке именно сухостоя. У нас есть план по обрезке и уходу за зелеными насаждениями. Этот план формируется на год. Бывают, возникают какие-то чрезвычайные ситуации, конечно, когда деревья, которые не включены в план, но в силу своей аварийности, угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, мы их внепланово убираем. Но этот план, он опять же во многом зависит от возможностей местного бюджета, от той суммы, которая на эти цели выделяется. В этом году уже все средства, которые мы выделялись, и дополнительно за счет полученной экономии, выделена сумма в полном объеме уже израсходована. Поэтому все эти деревья, которые требуют просто уборки и демонтажа, они включаются у нас в план. План практически на три года вперед расписан, и, в общем-то, мы выполняем все эти работы в рамках этого плана. Мы живем по улице Песчаной. 52А, 52Б нас топит, заливает. Нас залило погреб, залил наш дом, коридор залил, соседки кухню, коридор залили, все сараи у нас позаливали, воды во дворе было выше колена. В общем, 80 сантиметров точно была вода. У нас до сих пор погреб мокрый, и неизвестно, когда он высохнет. Мы обращались в ЖКХ, обращались к помощнику прокурора. Здесь они у нас были, мы разговаривали, обещали до октября месяца все сделать. Но мы бы желали, чтобы это было все на контроле, чтобы следующий ливень нас не затопил. Мы это уже планируем начать, эти работы на следующей неделе. То есть, до октября никто ждать не собирается. Там нужно будет и расчистить ливневку, которая там исторически сложилась, вот в этой, скажем, там, в этой посадке. Там нужно будет это и от мусора все почистить. Ну, то есть, там нужно будет провести определенные работы, которые, по нашему мнению, частично эту проблему решат. Для того, чтобы эту проблему решить кардинально, это, как я уже неоднократно говорил, необходимо проектирование, причем всей комплексной, городской ливневой сети. Чего, естественно, сейчас город себе, в принципе, позволить не может. И я вам, например, даже более того приведу. И Ростово, эта сеть достаточно неразвитая. Мы сколько раз наблюдали там подтопление, да, казалось бы, столица региона. Тем не менее, тоже эта проблема стоит очень остро. Если бы вы встретили главу администрации, какой вопрос вы хотели бы ему задать? Главу администрации Рощупкина, наверное, все же. Пожелать только крепкого здоровья, успехов во всем, в работе особенно. Потому что нам, мне кажется, большего главы администрации не надо. Мы его обожаем, уважаем. Я думаю, что он достойен этого. У вас? Моя душа такая, я поддерживаю. С 15 по 19 сентября в Ростовской области проходит 21-й международный фестиваль народного творчества «Содружество». Жители Донской земли познакомятся с самобытным творчеством 12 лучших коллективов из Бурятии, Калмыкии, Северной Осетии, Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня в Азов прибыл Государственный театр танца Республики Калмыкия Оир-Аты. На въезде в город коллектив встретили представители отдела культуры администрации и участники ансамбля «Казаки Азова». По словам балетмейстера Оиратов Владимира Надбитова, танцевальные постановки театра отличаются не только яркой зрелищностью, неуловимым восточным шармом, но и философской осмысленностью сюжетной линии. Мы предлагаем лучшие номера из нашего золотого фонда. Туда войдут и песни, туда войдут и хореографические работы нашего главного балетмейстера Петра Тимофеевича. В общем, людям будет очень интересно, я надеюсь. Танец наш не похож ни на один танец народов мира, даже на монгольские народы. Ну и наша песня, музыка тоже как бы отличается от всех регионов и несет в себе смысл определенный, изюминку. Так что приходите, приглашаем на наш концерт. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 61554. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего вам доброго, с наступающим днем города вас и хороших выходных. В субботу 18 сентября ясно. Температура днем плюс 22-25, ночью плюс 15-17. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду, влажность воздуха 39%. Уровень воды в реке Дон на 16 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 20 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Воскресенье 19 сентября дождь. Температура днем плюс 20-22, ночью плюс 16-18. Ветер южный 3-4 метра в секунду, влажность воздуха 67%. Уровень воды в реке Дон на 16 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 19 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.